Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают От хвоста Ну и сразу пауза Вылетает у нас Вылетает у нас артстайл Как это возможно на лане? Расскажите ко мне Вылетел, залетит сейчас Ну и дальше давайте по команде LGD, кто кого забрал Сайлер будет фармить на Лайконе Лайконе, ну так и есть на самом деле Лайконе, давайте Ликоне тоже Мозг ломается, Лайкон ММОАЙ будет играть на Дазли Яо это таск Мэйби будет играть на Шторм Спирите На мид лейне и Ксяо Эйд забирает Себе Лину, и у меня вопрос Куда эта Лина отправится от Сяо Эйда Неужели это будет Лина в сложной линии? Ну скорее всего Сайлер отправится вниз, у Сайлора модная Причесочка, бакенбарды Сайлер просто Прямо с 2014 года к нам Приехал Лина скорее всего отправится На сложную, как я понимаю От Ксяо Эйда, мид лейн Будет отдан Шторму Мэйби пока что отправляется вниз Уже купил рецепт себе на Сол Ринг С Ликаном вместе они здесь И ММОА рядом Ксяо Эйд тоже рядом Ну Подождите, подождите, подождите Ну и в итоге уходит Яо на сложную линию Да, я тут немножечко напутал. Таск будет стоять, скорее всего, оффлейн соло. Есть уже у него тапок, есть у него танго, есть кларити. Ну и Ксавейт где-то будет на хелпе находиться. Ну и стоит команда LGD в собственном лесу. Пока что не выходит за руну. Наверное, бороться все-таки будут. Артстайл и Дэнди. И дальше немножко Санейка у нас находится. Каждый за своим деревом. Отправляется хвост уже в соло на гирокоптере на топ-лейн. И подходит Фанинг здесь снизу. Кого-то бы здесь, конечно, по-хорошему вакуум стянуть. Да и перекрыть кислород на ближайшие несколько минут. Вакуум слишком маленький. Рэндж сейчас имеет слишком маленькую площадь. Поэтому, конечно, этого не будет. Это вам не Рубики с телекинезами, которые забрасывают чувака на Клифф и полтора часа с той HD, пока он придет к нему Курьер. И Курьера с той карауль, чтобы Курьера развалить. Дэнди выкладывает танго чужое. Потому что к Дэнди уже летит Хилинг Сэлф. Ну и Ксяуэйт пока что на мид-лейне. Сайлар тоже здесь. Сайлар будет на миде, я так понимаю, в паре с Ксяуэйтом, скорее всего. И тогда Шторм Спирит отправляется вниз. Мэйби будет стоять в соло против Фаника. Наверное, правильное решение. Ремнант плюс Оверлод означает смерть крипа достаточно быстрая. А вот и Айншелл становится тогда достаточно бесполезной вещью. Ну пожалуйста, вот так вот крипы, конечно, рассыпаются от Шторма. Это я заметил, нашли команды противодействия против Дарк Сира. И используют не только LGD. Практически каждая команда старается Шторма, если он есть в пике, брать и ставить против ДСа. Хвост на Гирокоптере. Планируют, естественно, по классике. Аквила, я думаю, фейсбутцы. И Доминатор тут выдумывать нехрен вообще. Как там Дэнди на Мидлейне? 2 на 1 у Дэнди. У Сайлора 6 на 2 уже. Много, очень много. Хотя тут и крипов больше, я смотрю, для Дэнди, чем для Сайлора. Сейчас из ныне живущих. Дэнди пока что столько с Шадоу Страйком. Нет у него еще Скримов Пейн. Здесь бы он был достаточно полезен. Ну, фармить против Ликана на Мидлейне это не так просто. Дэнди, конечно, хорош. В вопросах фарма. В вопросах всех ласт хитов. Но Ликан Милишник плюс его собаки. И это все... Попробую перефармить перед Дэнай. Таск от Яо. 2 на 1 у него у Хвоста в это время. 5 на 1. Тоже не топовый совсем Крипстат. У Мэйби и у Сайлора топовый Крипстат. Поэтому... Команда Нави пока что свои лайны. Ближайшие первые 2 минуты проигрывает. Ну и по фарму все это, конечно же, отразится на общем состоянии команд. Но Сайлор с каждой минутой становится сильнее. И собаки его становятся сильнее. Дамаги больше. И живут они дольше. И там Дэнди с одного скрима в Пейна их разваливать не будет. Чем дальше, тем хуже. Дэнди надо уже сейчас, по большому счету, начинать харасить Сайлора. Ну, у Сайлора есть Боттл. Уже и харась, не харась. Дэнди без Боттлы. У Дэнди есть, ну, Талисман. И не сильно он ему помогает. 8 на 2 у него, 14 на 3 у Сайлора. Выходит у нас Санейка. Закрывают Сайлора. Дэнди со скримом в Пейном. Ну и Сайлер живой, а волки жрут Дэнди. Теперь волки переключаются на Санейка. Не могут сбить ему фласку, что ли? Дэнди прыгает неудачно прям по тавер. Дэнди пытается отхилиться. Санейка давая фиссуру. Не успевает дать фиссуру. Санейка... Ликан сжирает у нас. Что ты рассказываешь там, Ликан? Да видел я, это не ты убил, это собаки убили и тавер. Да, Дэнди, конечно, наавантюрил здесь. ФБ команде LGD. Вообще неудачно прыгнул. Хотя в задумке, конечно, все могло бы быть достаточно круто. Но по факту все это получилось совершенно не алло. Ну, бывает такое, бывает. В чате пишут, как Ликан фармит больше квапы. Ликан фармит руками, он милишник. Дэмэджа у него 78, а у Дэнди 72. Плюс волки здесь с дамагой по 30. То есть, считайте. У Ликана дамага своя 78, почти 80. Ну и 32 у каждого волка. Еще плюс 64. Как же он может фармить меньше? Ну и он плотный герой сам по себе. Дефа 4, хп 777. Батла есть. Сильно не похарасишь. И квапи нечем харасить, у нее нет до сих пор ботла. Дэнди слился и теперь ботла откладывается до непонятно каких времен. 4 минуты сыграно, я думаю, что LGD уже по графикам тут впереди должны быть. 500 по голде они, 750 по XP выигрывают Na'Vi. Тут Artstyle чудеса отводов творит. Нормально, сам Лиса выфармливает Artstyle. 4 крипа, правда, но и то неплохо. Почти четвертого левела уже Artstyle. А где оффлейнер команды LGD? Куда ты делся, Таск? Так, проседает Штормспирит у нас по хп. Это все от Айншелов. Фаник там преуспел в этом вопросе. Фаник не только линию выфармливает, еще и в Лиса успевает. Кислород немножечко подубрать Герокоптеру. Герокоптера... Ой, Герокоптеру. Штормспириту, конечно же. У Хвоста в это время появляется Фейсбутцы. У Хвоста уже есть Рейсбенд. В принципе, Аквила пока не очень нужна здесь. Хвост стоит соло на линии, фармит руками. Ему не надо тратить те же Рокет Баражи, тот же Флэк Кеннон. Поэтому не суть как важна. Ну и линия не должна пушиться. Так что Транквила бесполезна, по сути. Там какие-то копейки дать по дамаге, но Фейсбутцы это все уже дают. Пока на фрифарме Хвост, Аквила не обязательно. Это так на будущее, если захотите вдруг 500 копеек потратить в пустоту. Потому что задумали купить себе Транквилбутцы. LGD Gaming теряют свои преимущества на вид до ноля. Спускаются по голде и по экспириенцию 800 в пользу команды Nato Sphinx. Пошел врыв у нас от Яуна, Санейка. Санейка развалили. Просто сбросились по одному скиллу. Больше и не надо было. Шторм Спирит уже 6-го левела. Булайтнинг имеется. И веселье для Нави. Сейчас, по идее, начнется. Мэйби. Во вражеские леса. И как же много здесь настакано. И все это достается. Мэйби. Все это достается Яу. Экспу украли. Золото украли. Тысяча голды. Просто на ровном месте для Шторма. Ай. Подарок такой прекрасный вообще. Мэйби уже 1150 имеет на руках. В принципе, можно себе приобретать либо пару нул талисманов, что он там хочет, либо ПТшку. Ну, скорее всего, ПТ у Мэйби сейчас уже появится. Да так и есть. Летит ПТ. И Боттл тоже есть для Мэйби. А нет, ПТ это к Сайлеру. Боттл есть у Мэйби. Покупает себе Мэджик Стив. Ну и чуть-чуть еще потратился на ТПшки. Солерин для Шторма давно уже готов. Фарму, конечно, Нави сейчас будут проигрывать. ЛЖД хороший такой кусок оторвали. Дэндина Сайлера вместе с Артстайлом. Ну, ему вообще уже не холодно, не жарко. У него 1050 хиллспоинтов. Дефа нормально. В принципе, вообще не проблематично стоять на линии. Волки, что надо танковать, танкуют. Конечно, Лекана тут ничем не контрят совершенно. И он же вырастет в огромную и голодную тварь. Он пойдет разносить команду Нави. Надо заботиться об этом еще на старте. Давайте на Творц смотреть. Первое место у него. Сайлер на первой позиции. На втором месте Хвост. У него 3200 сейчас по общей нетворс. И 2900 у Мэйби. Дальше идет Фаник. И только потом Дэнди. Мидлейн провальный, получается, у команды Нави. Даже удивительно. Клопа это вроде как имбовый герой. Все к этому склоняются. Аналитики, эксперты. Не аналитики, не эксперты тоже. Против Сайлора в итоге здесь немножко тухловато смотрится к лопам от Дэнди. Так, ульта пошла от Дэнди. Еще один удар под Ксяуэйту. И Ксяуэйт разваливается. Ну, с Соник Вейвом, конечно, файтиться уже можно. Вспомните этот неудачный врыв от Дэнди вниз. Не вниз, точнее, а сюда на Мидлейн. Это, конечно, печально было. А сейчас с Ксяуэйтом разбираться можно. Ну, естественно, с Сайлором такие дела не пройдут. ХП у него гораздо больше. И Соник Вейв Квапы будет не опасен для него. В это время Фаника там внизу, кстати, разобрали. Фаника 0.1. Первая смерть у Дарксира. Тоже, кстати, на хорошем счету был Фаник. Квапа только-только обогнала Дарксира в составе команды Нави. Ну и давайте смотреть артефакты. В принципе, время какое-то уже прошло. Маломальское. Есть Солринг у Фаника. Есть у него Батла. Есть у него Бутсов Спит. У Мэйби. Роб оф Зе Мэджик готов. Немножко совсем осталось до появления ПТ. Солринг, Боттл, Мэджик Вон тоже имеется. Квин оф Пейн. В принципе, ПТ для Дэнди уже в Курьере летит. Тоже Боттл, тоже Нул Талисман. Шейкер от Санейка. Ничего. Да и рановато. Хотя тысяча голды есть на руках. Можно, в принципе, приобрести себе Аркан Бутсы. Ну или Транквилы. Что там Санейка себе думает? А может, раз такая ерунда происходит, раз дают фармить, может, есть смысл позаботиться о более-менее тайминговом дагере. Ксяуэйт выходит на Санейка. А здесь Артстайл и Хвост. Они ждали. Ждали Ксяуэйта. А где он? Нет никакого Ксяуэйта. Отстайл, выбежал, посмотрел. Постучал просто Ксяуэйт и убежал. У Эликана 1300 уже на руках. Совсем немного до Владмира. У Эликана девятый левел есть. Тут в скором времени Роха будет сыпаться. Я думаю, это минута 12-13. Как Владмира появится, не знаю, Медальон будет ли ждать Сайлер или не будет. Узнаем. Так, Герокоптер приседает по ХП. Навалили всей толпой на него. Здесь и Таск со Сноуболом, и Валару с Панчем здесь. Мэйби через Болл Лайтнинг. Тоже дамаги много вносят. Ну и Хвоста просто очень быстро стерли. Продолжение, да, концерта. Я смотрю, заорал Дэнди, заорал на всех. Команда Нави минус 2 в этом файте. Нет, минус 1 сделала. Умирает Туск. И Мэйби на лоу ХП сваливает отсюда. Фуллману потратил. Стик юзнет, не юзнет, не юзнет, не юзнет. Нет, наверное, не юзнет. Никакой Стик. Дальше Дэнди бежит за Мэйби. Должен убивать его. Дэнди не прыгает. Ну и понятно, что не прыгает. Да, у него блин первого левела. Я думал, там блин немножко побольше по левелам. В итоге уходит Мэйби на лоу ХП. Забрав при этом двух героев команды Нави. LGD продолжают давить по Галди. Они в плюсе на 1000. По Экспириенсу они в плюсе на 500. И уже есть Владмир для Сайлора. Я думаю, что это вопрос минимального количества времени, когда появится медальон, и Рошан, по идее, должен сыпаться. Лоу ХП-шный Даззл. Здесь ММА заберут по таймингу. Удар от Артстайла минус ММА. Счет становится 5-3. Ну и команда Нави спушила еще и Тавр внизу. А Фаник у нас улетел. Откуда ты, Фаник? Такой битый сильно. Лина в это время забирает Шейкер. Там размесы просто в каждой части карты. Как вообще за всему следить? А в принципе я комментатор. Я должен это делать. Я не хочу ни за чем следить. Я просто хочу смотреть драки. У Лины вот Ксяуэйта Аркан Бутсы есть. Танго, ну и такое. Все остальное по мелочи. Ну и команда LGD Gaming, чего в принципе ждет. Что им необходимо. У Лины Лагуна Блэйт уже есть. Файтиться можно. У Туско тоже. Всего предостаточно. Хедреска есть в Меку. Скорее всего Яу, я так понимаю, собирается. Волки есть. Шейпшифт есть. Хауль есть. Надо идти пушить. Ну, чем LGD занимается. У команды Na'Vi. Попытка под сейва будет, я так понимаю. Квапа. Вот Дэнди прибегает сюда. Полетел у нас гирокоптер за Яу. Яу, скорее всего, здесь отъедет. Сноубол есть у Яу. Яу в Сноубол за хвостом. Неужели хвост здесь и останется? Да, Вортекс на хвостах. Хвост погибает. Яу остается жив. Лоу ХПшный Артстайл. Артстайла забирают. Минус два. Причем Волки доели. Даже не сам Сайвер. Ну и Сайвер дальше побежал. За Дэнди, за Фаником. Дэнди, если уйдет, то Фаника точно съедят. Под сейв пошел от Санейка. Соник Вейв от Дэнди. Просто бриллиантовый Соник Вейв. Сайвер так развернулся. Подформил что-то. Пошел дальше файтиться. Короче говоря, Na'Vi в последнем файте очень неудачно себя показали. Ну, здесь LGD на спокухе абсолютно. На развороте настреляли хвосту. Мы не оставили на ближайшие, я думаю, минуты игры. Минут 10-15. Никаких шансов в команде Na'Vi. Сайвер вражеские леса в это время выфармливает. 1800 на руках. Медальон можно покупать. Роху надо идти сносить. Ну и Na'Vi методично подходят к сливу второй игры, как мне кажется. Хотя есть гирокоптер. Опять же, камбэковый герой есть. Гирокоптер и Квапа. Бей ее, не бей. Все равно будет достаточно сильной. Тем более Квапа. От Дэнди. Опять же, все это не так-то просто сделать. Сайвер не умирает. Он играет аккуратно, играет точно. Где надо появиться, появляется. Волками расконтроливает. Это просто великолепно. Ну... Пес знает, как играть против LGD. Тем более проигрывая им по голде, проигрывая по экспириенсу. Пока что не алло, все смотрится. Эхо-слэм у нас. Где? Где этот эхо-слэм? Нет, эхо-слэма. Это у нас физура. Просто Дэнди прыгнул и так шарахнул. Я успугался, что это Санейк. Если это слэм облетел. Лоу-хпшный у нас Мэйби. Ну, Мэйби не привыкать на лоу-хп уходить. И убивают еще и Дазлай. Такие команды Нави, Санейка. На всякий случай дал фиссуру. Вдруг поймает. Минус 2 делает Нави. Хорошо. Так играть можно. Тысячу голды заработали игроки Нави. И тысячу триста по экспириенсу в этом файте. Я думаю, откуда даггер вообще? А есть даггер у Санейка? Есть. Есть даггер, только эхо-слэм так и не прошел от шейкера. Значит, не зря давали Санейка фармить линию в соло. У гирокоптера 1200 на руках. Просто есть барабаны, есть аквила, есть фейсбуцы. Ну и пора уже в БКБ, скорее всего, собираться. Избавляться от лины, избавляться от того же тузка. Хвост приобретает себе огорклаб. Так и есть. Пошел в БКБшку. Давайте по артефактам пробежимся. У Дарк Сира есть Баклер и... 1600 на руках. В принципе, мека должна уже быть у Сира. У Шейкера от Санейка есть даггер, пока больше ничего. У Квапы от Дэнди появляется только-только. Еул, есть ПТ, есть Боттл, Дизраптор. Голый Дизраптор от Артстайла вообще не очень. По фарму, но вы видите, 942 фармы. Артстайл просто вопиюще фармит в последних матчах. А последние матчи это начало интернешнала, группового этапа. И первые Некра появляются уже для Сайлора. Да, первые Некра для Сайлора. Баклер. Это все к Яо. Яо, скорее всего, с Меккой будет уже. Да, немножко совсем остается Яо до приобретения Мекказма. Сайлора мы видели. Дальше 100% будут макситься Некра. Медальон, в принципе, не нужен. Забили на него. И без него все хорошо получается. Ну и Дазл. Есть Аркан Буцы. У Шторм Спирита 1600 после приобретения Пойнт Бустера. Мэйби не умирает. И это огромнейший плюс керри команды LGD Gaming. Мэйби уходит на соплях. И в таких моментах, когда должен, по идее, отдавать золото, отдавать экспириенс своим соперникам. Ну, Мэйби нормально. Мэйби, достаточно хорошее, развитое чувство страха. Ну и какой-то интуиции в особую задницу не влазит. Поэтому, видите, что по смертям. Команды Na'Vi. По-моему, положительный КДА только у Дэнди. 2-1 Дэнди. 2-2 идет Герокоптер. И 1-2 Детрафтер. Да, только Дэнди с положительным КДА. Мэйби. Вот и все, полетел. На фуллманул, забил. Вообще, но Санейка должен его догонять. Тотем у него есть. Мэйби еще по мане. Дэнди прыгает дальше за ним. Назад плинцует у нас Мэйби. Ну и забрали, наконец-то. Долетался у нас Шторм Спирит. Зарабатывает 380 голды на нем Дэнди. Квапиен надо. Попа должна фармить. 1100 на руках уже у мидера Команды Na'Vi. Хороший расклад. 870 голды заработали на Шторм Спирите. Чуть-чуть дела свои экономически подправили. Где в это время Хвост у нас отдыхает? Хвост в БКБ. Часть уже собирается. Осталось 1000 голды насобирать Хвосту. Так, перелет от Александра на собственную базу. Вдруг что? Непонятно. Никого на карте нет. Просто надо отсюда свалить. Команда LGD Gaming в собственном лесу сконцентрирована. Хвоста никакая угроза там не ожидала. Ну, на всякий случай, более-менее сейвово сыграть. Почему бы и нет? Здесь пошел уже Вижен от команды Na'Vi. Будут чекать Роху на стакали для Гирокоптера. Вот зачем он сюда прилетает. У Гирокоптера нет, конечно же, никаких доминаторов. Ну, в принципе, флаг Кэнона можно и без домика фармить. Дамага дополнительная благодаря Митрилхаммеру есть. Опять же, арка фейсбуцы есть. Аквила есть. И все, жди, когда откулдаунится флаг Кэнона. Ну, а почему стаки не сделать? Как можно было не додуматься сделать одни стаки еще? Na'Vi тут, видимо, по-быстрому хотят. Как можно быстрее сожрать этих Эншентов. Потому что... Потому что вот почему. Поставили Вижен, чтобы волки тут не тусили просто так. Ну и Хвост приближает свой БКБ достаточно серьезно. После этого крипа тут голды в 200 где-то останется Хвосту. Уже 1100 на руках имеется. Шекера есть. После даггера нул талисман. Все, на что Санейка у нас тут раскошелился. Даже странно. Вроде как не поздний даггер. И замесы Na'Vi могли бы организовывать и выигрывать их. Но нифига толком у Шекера не появляется. Саппорты проседают плотно по ХП. На отставил посмотреть. Ему покушать хочется дать вообще. И он абсолютно бесплатный. Поэтому команда Na'Vi в файтах не уверенно будет смотреться. Я так понимаю, никуда никто не собирается файтиться. Дезраптору, конечно, что надо сделать? Ему надо глимсонуть кого-то в Kinetic Field и Static Storm. И все. И умирай себе на здоровье. Но тем не менее, можно и если первому... Если первыми LGD агрессию проявят, то можно и развалиться. Санейка. Эхо слэм под стяжку от Фанника. Сайлер побежал. Полетай. Немножко есть БКБ у Гирокоптера. Гирокоптер начинает настреливать по... По-по-по-по-по. Как они называются-то? По некрономиконам. Развалили троих игроки команды Na'Vi. Это просто звездный десант на голову. Свалился команде LGD. Санейка распрекрасно разультился. Ну и, конечно же, Фанник тут просто... Респектуля полетела. Фанник стяжку феноменальную дал. Под стенку я еще и подумал. Сейчас все разбегутся. Причем разбегутся очень быстро. Никуда никто не разбежится. Сюда подошел и шейкер от Санейка. Ну, делает небольшой, но переворотик. Нужно еще и Мэйби здесь ловить. Как Воркина не хватает здесь Дэнди. А он в... Идет у нас в... Вагоним. Дэнди... Сала, конечно, действительно не хватает. Потому что ловить Мэйби пока что нечем. Ну, по галде Нави воспряли немного духом. Три с половиной проигрывали. Теперь полторы. По экспириенсу с трешки до ноля. Свои преимущества убирают. Молодцы здесь. Здесь, конечно, поднапряглись. Ну и LGD по большому счету тоже подставились знатненько. Ну и начинается пуш по нижнему лайну. Литкан почему-то забил на Роху. Роха просто стоит и горюет. Как так-то? Литкан есть. Литкан с Некрами, с Волками. Есть у него Владмир. Всего предостаточно. А меня никто не бьет. Меня никто не бьет, значит, никто не любит. Стяжка пошла у нас от Дарксира в Кинетик Филд под Статик Шторм. Где же вы раньше-то были, а? Лохпешный Мэйби. Неужели ты уйдешь отсюда? Да, Мэйби уходит. Выхиливается еще и Мекой Мэйби. Ну, блин. Ну, такая эпичная хрень. Вот Нави ни во что она не выливается. И все фуловые успели из Кинетик Филда. Половина выйти. Другие, кого зацепили в виде Шторм Сферита, выжил благодаря Дазлу. И все, и уже фуловый у нас Шторм Сферит. Ну ладно, ну ладно. Дэнди без сала просто, ну... Плохой Дэнди. Очень плохой Дэнди. Плохая Квапа. Кто это будет делать? Кто будет затыкать Шторма? Его, по сути, не убить. Мэйби уже неоднократно показал, что... Он просто должен... Не знаю, бросить мышку у клавиатуру в сторону, отставить, чтобы его могли зацепить. Мэйби все время улетает. Все время. А Дэнди упоролся в Оркет. Ну, не в Оркет, точнее, а в Аганим. И Юл тоже для Дэнди. Постольку-поскольку важно, мне кажется. Вот поймали у нас Лину. Лину можно развалить. Шадоу-страйк к нему. Все в Сноубол, все в Дэнди. Валдрус панч по нему. Лина зарядила у нас поста. Продолжение разноса, конечно. Лина ло-хпшная. Лину выхиливают. Лина фуловая. Дазл плюс Мека, и все. Лина фуловая, минус 2 уже от команды LGD. Дальше буду бежать за Дэнди. Нет, Дэнди уходит. Ну и вот, просто бросаешь Сало на Лину, и Лина умирает. Не надо ничего думать. Затыкаешь Таска, и не надо ничего думать. Таск мертвый. Нет, не то. Дэнди идет в Аганим. Ну, раз уже начал собирать, понятно, что надо дособирать. Но это еще 1400 голды. В принципе, не так уж и много. Но по такой игре могут и не ждать все, особенно долго. Игроки команды LGD. Они прекрасно понимают, что там есть гирокоптер, у которого есть шансы нафармить при всех даже минусах сейчас команды NAVIA. Есть шансы закомбетчить. Хвост из тех, кто рапиру собирает, а там нет-нет, да и пропрет. Ну и Лекан должен, по идее, идти и просто пушить. Есть вот тавер, есть вот тавер. Иди и сноси. Потом вот этот тавер, вот этот. И по списку дальше, я думаю, вы понимаете. 4 тысячи по золоту LGD, 2 с половиной по экспириенсу тоже в пользу китайского коллектива. У Фаника есть даггер, есть мека. Есть аркан бутсы. В принципе, Гвардиан Грифс, скорее всего, тем более стадия игры уже такая вот медовая идет. Тут он достаточно полезен. Если бы, конечно, еще и фарм не отбирал у него хвост. С другой стороны, если бы хвост фарм не отбирал бы у нас у Фаника, где бы он вообще брал его? По лесу гулять уже опасно. Там Лекан с собаками нападет. Без проблем абсолютно. У Лекана башер скоро, наверное, какой-то будет появляться. БКБ есть у Лекана. Кулдаун уже не опасен. И от Энди мало что опасного теперь. Пошла ульта у нас от хвоста. Кулдаун просто в собачек. Оно того стоило. Великан начинает жрать у нас Тавер. Возвращает назад Сайлера. Без проблем, в принципе, Сайлеры потанковать. Может, крипы уже подходят. Команда Нави, скорее всего, Т2 будет отдавать. Хотя есть, опять же, Шейкер. Есть стяжка у Дарксира. Ульты, Даггеры, точнее, есть и у Фаника, и у Санейка. Ну, побежали, Нави, побежали. Прыгает Фаник. Стяжка двух людей. Стенка. Сноубол не пошло. Гвардиан Гриф проезжал Фаник. Сразу же. Причем врывается у нас Мэйби. Вот и не добили Мэйби в свое время. А Мэйби стер у нас Дизраптора. Скорее всего, он с линией также расправится команда LGD, как и до этого. Хауль есть. Некрономиконы провязали. Собаки есть. В принципе, дэмэджа очень много, причем дэмэджа такого альтернативного, который не надо даже руками делать в команде LGD Gaming. Тут собаки с некрами все сделают. Эхо, слэм, стяжка. Охереть просто. Ой, как круто. Тут просто не хватает на самом деле дамаги. Не хватает Гирокоптера под всю эту ерунду. Но Фаник плюс Санейка просто два чуда каких-то. Великолепно все получается, но не довозят. Нет, нет дамаги у команды Na'Vi. Дамага в таверне находится уже который раз. Четвертый раз дамага Na'Vi не выходит из таверны на самый важный файт, наверное, два матча. ММА я поймали. Санейка будет с даггером, наверное, и гнать здесь Дазла. Почему бы и нет? Длимсует назад Дазла. Вернись. Закрывает в Кенетик Филде ММА. Будет ли юзать Шалу Грейк? Это же смысла никакого нет. Юзать Шалу Грейк, минус три делает Na'Vi. Счет сравнивается по фрагам, но по голде все равно. Лжиди впереди, по экспириенсу тоже. Очень жаль, конечно, что Хвост не участвует у нас в празднике жизни, который Na'Vi периодически, но все-таки организовывает. Все, да, по экспириендустаток, по фарму тоже нехватка. Это quarterstaff, но это, блин, это сигнал просто бедствия от герокоптера, который, собираясь в Battle Fury, собирает quarterstaff. Просто чтобы там не потерять деньги. Это такое. Quarterstaff абсолютно бесполезнейшая херня. Абсолютно. То есть покупается он просто в панике, чтобы хотя бы всю голду неслить. Если покупать Talisman of Evasion, я это прекрасно понимаю. Приобретение quarterstaff, а это вот, я же говорю, горячка. Горячка. Na'Vi не чувствует почву под ногами. Это и неудивительно. Лжиди с таким пиком имеют все возможности минуты до сороковой игру закончить. Если не закончат, тогда у Na'Vi будут шансы. Субтитры делал DimaTorzok поднимают у нас хвоста. Ксяуэйд, рассказ под ноги, хвост, БКБ. Санейка через 4 секунды будет эхо-слэм. Ксяуэйд, куда ты, отправился? Вернись. Ксяуэйд как раз на второй удар кулдауна приземлится. Ксяу отправляется в таверну. Потеряли Фанника. Где это случилось? Фанник у нас в итоге умер вообще в другой части карты. И Мэйби его в соло, как я понимаю, разнес. Нормальная история. Мэйби в соло разносит у нас Фанника. Дэнди прыгает на ММА. На себя Шалу Грейп ММА. Его оставляют в покое. Дэнди упрыгивает вниз. Сайлер БКБ побежал у нас за хвостом. Хвоста съели. Минус 3 делает команда LGD Gaming. По идее, должны идти и заканчивать игру. Мне так кажется, потому что с Некрами, с Собаками, с Хаулем Сайлер должен спиливать здесь все. У него уже есть Хипперстоун. Деньги есть на Блэйд Мэйл. Там еще и сдача останется. 1300 где-то насобирать до появления... Не 1300, а 1500-1800 до появления Керасана. Сайлеру. Ну и тогда массовая дамага от команды LGD станет просто громаднейшей. Ну и Мэйби его недоконтролили. Его нечем было заткнуть в начале игры. Не было Оркита против Мэйби. А у Мэйби у самого Оркит есть. И он сатыкать может. Ну и Квапе уже нет смысла Оркит собирать. Это поздновато все будет. У Дэнди 1900 на руках. Да и в принципе тут БКБ скоро какой-нибудь у Штурмспирита появится. Все-таки Мэйби по фарму все хорошо. У него 12800. У него 17 у Сайлера. Ну и Хвост на четвертом месте по фарму. Но этого правда недостаточно. У него нет серьезных артефактов на данный момент. На Медлэйн у нас пошел замес. Фаника стараются выкилять. Фаник умирает в итоге. Умирает все так же и Артстайл. Анстаппы был уже для Сайлера. БКБ закончилось. Ну и через 8 секунд будут Некрономиконы. Дэнди если сейчас умрет, по-моему, он умрет. Эхо слэм от Санейка. Спасти Дэнди. Спасти рядового Дэнди. Провалилась миссия. Дальше за хвостом. Валдорс панч. Ну и это дезмораль полная. Я думаю, на весь сейчас уже. Готовы написать те самые заветные две буквы. Так и есть. ГГ пишет Артстайл. Команда LGD Gaming, подтверждая, в принципе, все прогнозы, убивает команду Na'Vi за 30 минут. В принципе, и пораньше было понятно, что здесь уже не вывести. И камбэк на Dreal. Что он? Dreal так сказал. It's English, motherfucker. I must speak it. Команда Na'Vi проигрывает. Два матча. Коллективой LGD Gaming. А первые свои два матча сыграла в ничью против... Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.